Солнце прорезало своими лучами утреннюю тайгу. Капельки дождя, шедшего всю ночь, застряли в иголках хвой и серебрелись бисером на утренних бликах. Птицы радостно щебетали и радовались началу нового дня. А лес, насытившись влагой, благодарно благоухал за это. В чаще пахло разнотравьем и грибами. Обильная роса осыпалась на лесную подстилку и тоже серебрилась в утренних лучах. Высокие травы мочили сапоги Михаила, идущего по лесным тропам. Мишка просто решил прогуляться по утреннему лесу и собраться с мыслями. Как он говорит, с моими скакунами. А-а-а. И он не замечал, как ветви елок мочили его одежду своими мохнатыми лапами, стряхивая с себя обильную порцию водного бисера. Система прогнила сверху до низу. Страну растаскивают и продают все. Куда же так быстро подевались те патриоты страны, которые все строили, берегли богатство нашей Родины, а? Где они? Тайга, вот она. Она безжалостно вырубается сотнями гектаров. Вот. Добились? М-м-м. Пожары с неимоверной силой выпаливают огромные площади леса. После такого варварского отношения к природе скоро у нас вообще будут одни пустыни. Для внучеков. А-а-а. Ну нет, говорил себе Михаил. Тайга, она способна восстановить себя сама. Правда, на это восстановление уйдет не одно десятилетие. Но все же она самовосстанавливается. Все же. Смотришь вот, год-два на пустых вырубленных полянах появляются молодые березки, осинки и хвойные деревья. Эта мысль она успокаивала Михаила. Сама судьба толкнула меня на борьбу с этим варварством. Думал про себя парень. Лишь бы полковник оказался тем, за кого он себя выдает. И Миша решил принять предложение Степана устроиться на золотые прииски. Петрович, недолго думая, согласился отпустить Михаила со Степаном на прииски. Отпустил таки. Более того, сам решил отвезти их туда и, усевшись в Ниву, они быстро скрылись в лесной чаще. Вновь за окнами автомобиля мелькали темные стволы деревьев, и лесная дорога уносила Михаила все дальше и дальше в неведомую мглу тайги. И он часто думал о Гале, и ему становилось еще грустнее. Его не пугали события, происходящие и предстоящие. Больше всего он переживал за самого близкого человека, за еще не родившегося ребенка. Тайгай раступилась, и перед Нивой вырос шлагбаум с охранником в черной униформе и автоматом на плече. Охранник подошел к машине и заглянул вовнутрь. — Здорово, Петрович! — Что? — Новеньких привез? — Здорово! — Поднимай свое бревно! Огромный котлован у подножья горы был весь в кучах и насыпях, как большая рана земли. На дне котлована было образовано небольшое озеро — Озерцо. Видимо, перекопали небольшую лесную речушку и теперь пользовались ее водой для промывки золота. Недалеко от озера стояла драга, и струя шипящей воды била в нее с неимоверной силой и скоростью. Делала эти раны. Два бульдозера ползали по дну котлована и сгребали породу. Все участвовали. Грузовики грузились экскаваторами и то и дело подвозили грунт к драге. Люди в котловане казались маленькими-маленькими. Муравьи, мурашики. Работайте над золотом там, а? Копошитесь. Суетитесь под тщательным присмотром охранников там. Му-м. Работайте. Все выглядело как в лагере для заключенных. Действительно. Тюрьма. Охраны было очень много. Надзирателей. А? Вертухайна. На краю котлована у самой кромки леса стояла бревенчатая изба с маленькими окнами. Видимо, это была контора этого предприятия. С краю. Все выглядело обычнее обычного. Но Михаилу нужно было выявить факт контрабанды. И хотя это было практически невозможно, но он потихоньку шел к этому. Шаг за шагом шел. И вот однажды, отгребая отработанный грунт от установки, он заметил, что на кромке леса появилось трое людей в камуфлированной одежде. Сначала он думал, что это охотники. Именно так они и выглядели. Но карабин был только у одного. Впереди идущего человека. Гости были все ростом небольшим. И Михаил сразу же понял, что это люди из-за бугра, как их называло местное население. За спинами у каждого были рюкзаки. Гости быстро прошли вдоль леса и скрылись в избушечке. На улице серело уже, и день готовился опуститься в ночь. Как мы говорим? Правильно. Смеркалось. Миша бросил лопату и незаметно проскользнул к окошку избы и заглянул вовнутрь. Охрана к вечеру совсем расслабилась и потеряла всю бдительность. В избе за столом сидело три гостя, и один из них доставал из рюкзака туго перетянутые скотчем пулетиленовые пакеты и клал перед начальником приисков. Тот, в свою очередь, быстро взвешивал их на весах и убирал в сейф подальше, стоящий подле стола. Убрав все пакеты, достал из сейфа два туго набитых мешка и также положил на весы. Потом поставил их перед одним из гостей. Тот развязал один мешочек и достал оттуда камень желтого цвета. А-а-а, шлих, подумал Михаил. А в пакетах, видимо, наркотики. Начальник достал какой-то блокнот и стал в него что-то записывать. Погрузив мешочки в рюкзак, гости быстро засобирались вдруг. Все? Дела сделаны? Обменялись? И Мишка выглянул из-за угла бревенчатой избушки и заметил охранника, стоящего на крыльце избы. Дождался, когда тот отвернется, быстро перебежал ближайшие кусты и притаился там. На крыльце показались гости-курьеры в сопровождении начальника приисков и, попрощавшись, быстро подались в сторону леса. Аж бегом. И все это произошло так быстро, что Михаил замешкался, но тут же, собравшись с мыслями, решил проследить все-таки за ними. Понять, по какой тропе они уходят за границу, за бугор. Отпустив курьеров немного, Миша пошел за ними. Тропы никакой специальной не было. Они шли по тайге, как по бульвару. Видимо, очень опытные были. Они часто останавливались и вслушивались в темноту. И Михаил четко определил, что шли они на восток вдоль горной гряды. В тайге наступила полная темнота. Но курьеры, они продолжили свой путь. Странно. Как днем идут. Как бы себе не выдать. Ведь темень-то кромешная. А к утру в горах потянул густой туман. Видимость совсем пропала, и Михаил решил прекратить преследование, чтобы не нарваться на курьеров и не выдать себя. Где-то далеко раздавался лай собаки и долгим эхом откликался в горах. По всей видимости, это была пограничная зона. На прииске возвращаться смысла уже не было. Там, скорее всего, давно обнаружили его отсутствие, и он решил идти на запад, где и был его дом. Задание он выполнил, и теперь дело было за специалистами уже. Карты у Михаила не было. Пришлось положиться на интуицию и опыт. И он пошел в горы. Нужно было уйти из контрабандной тропы, на случай, если против него ведутся поиски. В горах было намного прохладнее, чем у подножья, и по телу парня пробежал озноб. И Мишка прибавил ход. Ходу. Горная гряда кончилась, и началась густая, бесконечная тайга. Из оружия у Михаила был только маленький перочинный ножик. Пух-пух. А из еды не было вообще ничего. Нечем пухкать. Но в тайге голодным, как говорят, не останешься. Опыт надо иметь. И он собирал ягоды, грибы, поджаривал на огне. И вот так прошло три дня. Голодная усталость она дала о себе знать. Мишка еле волочил уже ноги, те грибы. Долго не протянешь так. Он шел вдоль небольшой речки в надежде выйти на какое-либо поселение. Но поселков на пути все не было и не было. И вот возле излучины Михаил заметил вдруг охотничий домик. Собравшись с последними силами, он прибавил ход. Подойдя к домику, Михаила встретила собака. Охотничья. Лайка. Аф-аф. И она гавкнула для приличия и завеляла своим загнутым в кольцо хвостиком. Видимо, обрадовалась появлению незнакомца. Заскучала вовсе так, а? Хвостатая. И Мишка протянул руку и погладил пса по голове. И тот радостно заскулил. Действительно, скучил. А ты что, один тут, что ли, а? И пес, выляя хвостом, побежал к домику с приоткрытой слегка дверью. И Миша осторожно вошел в дом. Внутри на железной печи стоял закопченный чайник. На столе стояла большая кастрюля с придавленной камнем крышкой. На нарах, укрытый стареньким одеялом, лежал человек пожилого возраста. И глаза у него были закрыты. Старик приподнял веки и тяжело спросил. — Ты кто? — слабым голосом спросил этот старик. — Я просто прохожий, геолог. Вам не надо меня опасаться? — Слава Богу! А то я уже думал, помру, и похоронить будет некому. Пить. Дай пить. — Да погодите помирать. Скажите, что приключилось? — кладя руку на лоб старику, возразил Михаил. Лоб у старика был горяч, у него была высокая температура. И Миша зачерпнул кружку воды из ведра и поднес к губам старика. — Простудился я. Да и травы на чердаке есть. — Вот только сил совсем нету. Не доберуся я. — Ну, сейчас я быстренько отварчика приготовлю. Вылечим вас. Доберемся. — Там в лобазе мясо есть. Накорми, валдая. А? — Настоящий таежник. Сам при смерти, а за собаку думает, переживает, — подумал Мишка. Лобаз стоял на четырех столбах, вверху обитых тонким железом. Это защита от грызунов и медведей. Миша приставил длинную лестницу и проник вовнутрь помещения. Снял с веревки подвешенное вяленое мясо и спустился вниз. Часть отдал валдаю, а часть оставил для приготовления похлебки. Валдай, изголодавший, принялся жадно отрывать и глотать куски мяса. Иногда бросал на Михаила взгляд и радостно вилял хвостом. Вдячный. Трав на чердаке было насушено много. Их разнообразие и запах резко ударили Михаилу в нос. Выбрав нужный, он принялся готовить отвар, как и учил его деда. Постудив настойку, Михаил отхлебнул маленький глоток. Чем пахнет? Отвар получился горький, ядреный, терпкий. На века. И Миша поднял голову старика и поднес губам кружку с жидкостью. Старик стал маленькими глотками пить, а потом крепко уснул. Миша приготовил похлебку и впервые за несколько дней он поел. Он так сильно устал, что прилег на нары возле деда и глубоко заснул. Проснулся Миша только утром и начал вспоминать сон, который ему приснился. А приснилась ему Галя, такая чистая, светлая, и она все время улыбалась. И от этого сна у Мишки стало тепло на душе, развиднелась. И он повернул голову на деда и удивился. Дед лежал и смотрел на него. Слегка улыбнулся и вымолвил. Всю ночь с Галей разговаривал парень. — Да? Жена? — Да, жена. А вам что, уже лучше? — Да, жар спал. И вот голос трохи появился. Вот зараза причепилась, а? — Попил из родника холодной водички вот. И на вот тебе, о. Приехали, водицы испили. — М-м-м. И Миша поднес кружку с отваром и старик еще с удовольствием попил. — А умеешь ты, парень, отвары варить? Ой, умеешь. Кто это тебя научил робить так, а? — Мой дед. Я с ним в тайге вырос. Знатный таежник мой дед. И охотник отменный. Всему меня научил. — О, дай бог ему здоровлечка. Дай бог. — А теперь вам надо подкрепиться? И Миша стал хлопотать у плиты. — А как вас зовут, отец? — Меня Михаилом. — Дмитрием охрестили. — А лет вам сколько? — Так шестьдесят один исполнився. — Это староват вы для промысла, отец. Тяжело вам, наверное. — А шо робыть, сынок? — Пянся маханькая, от така. — А я дочери помогаю. — Да, да помогаю я. — Муж-то у нее пропоется, а дети мал-мала меньше, трое по лавкам. — Ну вот и приходится промышлять поманенечку. — Лес кормит, прокормит всех. — Де мясцо добуду, де грибы, ягоды насушил вот. — Рыбу вот ловлю, тоже в ялю, к зиме припашусь. — А шо до старости, то я еще крепкий. Есть порох в пороховницах, еще попорхаем. — Это первый раз меня так лихоманка эта скрутила. — Ага, собака-то. — Вот аж говорю, попив в водице, жарко так было. — А ты? Ты куда путь держишь, а? — Домой, отец? Домой. Хотел заработать на лесоповале, да, видимо, не судьба. Здесь только геморрой только себе заработаешь. — А далеко ли до железной дороги, отец? — До железной дороги-то, до железки. Ну, примерно день пути, да клыгаешь. А ты шо, уже уходиться собирался, Миша, а? Как я буду тут без твоих отваров-то? — Нет, отец, пока вы не поправитесь, я останусь с вами. — А вот и спасибо тебе, хороший ты человек, Миша. Вот спасибо. Добрый, порядочный человек. А я теперь обязательно поправлюсь, да на твоих-то отварах-то. Обязательно поправлюсь. Я тебе в дорогу и рыбки дам, и мясо. И сголодался ты, смотрю, в тайге. — Ну, спасибо тебе, отец, — ответил тот. Дед Дмитрий быстро шел на поправку. Уже вставал с постели и даже готовил еду. — Конечно. Такие горкие отвары топить. Конечно, тут мертвый встанет. Сил было еще мало, но старик не сдавался. Он чинил сети, заряжал патроны. Все. Через неделю он вообще полностью выздоровел. И Мишка засобирался в дорогу. Он решил пойти к железной дороге и сесть на любой подходящий поезд. Дед Дмитрий долго провожал Михаила и сожалел, что он не может остаться с ним подольше. — Как я тут без твоих отваров-то, а? Опять водиться и шо? Все? Коньки заброшу. — Ну, спасибо тебе большое, Миша, за все. Спасибо. — Не болейте больше, дед Дмитрий. — Хм. Всего доброго. Путь Михаила снова пересекла неглубокая таежная река. Переправившись на другой берег, он решил присесть на скале, возвышающейся над местностью, и перекусить немного. Куснуть. И время уже подошло как раз к обеду. Развязав рюкзак, он принялся доставать припасы, наложенные дедом Дмитрием. Дед Дмитрий положил даже нож в рюкзак Михаила. Даже нож. Когда-то успел испечь свежий хлеб, пахнущий кедром и медом. Дед все успел. Видимо, у него был свой особенный рецепт. Ну да, конечно. Таежники они добавляли в тесто масло кедровое, мед, какие-то травы, и от этого хлеб хранился долго, и был вкусен и ароматен. А то. Красивое зрелище открылось ему с высокой скалы. В тайге наступала осень. Некоторые деревья принимали желтый и красный окрас, а некоторые бросали на землю листву. Только хвойные стояли неподкопно зелеными. Вода в реке, она тоже поменяла свой цвет и стала более темной. Рыба плескалась и выпрыгивала из воды, гоняя мошек, кружащихся над водой. Неожиданно на противоположном берегу ищащей леса на огромной скорости выбежал олень. Сахатый. Не отставая от него, за ним бежал медведь. А? Че бегаешь? Олень со всего маху бросился в воду. Пшшш! И, ища в ней спасение, побежал по мелководью в надежде оторваться от преследователя. Очень крупный медведь тоже со всего маху прыгнул в воду и, поднимая огромные брызги воды, не отставал от жертвы. И казалось, что вот секунда, и жертва будет настигнута. Но олень оказался проворнее в воде и начал уходить от погони. Переплыл на другую сторону и был таков. Все. Скрылся в чаще. Конечно. У кого шуба больше, а? У кого в воде заплутывается? А-а-а. У Вадмедя. Вот молодец. Сильный рогач оказался. Да, тайга живет своими правилами и законами. Будь чуть послабее олень, стал бы добычей хищника. А так да. Так у медведя. Толстая опа. Все правильно получается. Он только на короткие расстояния моет. А так ушел. Молодец. В тайге он выживает сильнейший. А слабые, а слабые и больные становятся жертвой. Такие законы. Да. Думал про себя Мишка. К вечеру Миша добрался до железной дороги. Так и до Клыгау, да. И пошел вдоль железнодорожного полотна. Клыгай, Клыгай. Вон она. Путь дорожка. Поезда, видимо, здесь ходили очень редко. И станций в тайге мало. Михаилу необходимо было сесть на любой проходящий состав и доехать до ближайшей станции. Но он также понимал и помнил инструкции полковника, что уйти из тайги будет ой, как непросто. Скорее всего, его будут искать и бандиты, и милиция. Так что нужно избегать встреч с милицией и обходить все станции. А сориентироваться на местности необходимо, чтобы наметить дальнейший маршрут. Выбрав сильный изгиб дороги, где поезд мог притормозить, Михаил стал ждать состав. И вдруг где-то далеко-далеко раздался гудок поезда. Фу-фу! И за густым горизонтом леса показался дым. Огромный тепловоз, выпуская клубы дыма, тянул товарный состав. Платформы были гружены лесом. Некоторые техникам, техникой, оборудованием, накрытым большими пологами. Поезд их прям притормозил на изгибе железнодорожной линии, и Мишка, улучив момент, прыгнул на подножку платформы. Ух! И нырнул под полок, и скрылся там. Все! Убежище! Устроившись возле оборудования, Мишка закрыл глаза. Монотонный стук колес о рельсы успокаивал. И Мишка провалился в сон. Ту-тух-тух! 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 Задрыхнул. Изнурительное скитание по тайге отняли много сил у парня. Через пару часов стук колес прекратился. Ту-тух! Ту-тух! И, притормозив, состав остановился. Ту-тух! Ту-тух! И Мишка выглянул из-под полога и чертыхнулся. Черт! Проспал с усталости. Полустанок уже. Вот на эту платформу он сиганул. Товарищ милиционер! Вот на эту платформу. Ловкий как белка! Раздался голос подходящего к платформе машиниста поезда в сопровождении двух милиционеров, вооруженных автоматами. Вот здесь! Машинист, пожилой мужчина, с белой от старости головой, наверное, принял парня за бандита. И по телефону сообщил диспетчеру о нарушении. Сразу же. Давай выходи! И менты встали возле вагона, приготовив оружие в ожидании парня. Деваться некуда. И Михаил отодвинул полог и вышел наружу. Обнаружил себя. Молча спрыгнул с платформы и подошел к милиционеру. Документы. Почему нарушаем, товарищ? Ну, документов у меня нет. Я потерял в лесу. А что я нарушил, гражданин начальник? Во! Наш клиент! С какой зоны сбежал, а? Довольный я, ответил Михаил, решив на самом деле изобразить из себя зэка, сбежавшего из мест заключения. Вольный я! Другой милиционер забрал у парня рюкзак и стал шарить в нем. О, смотри, Вась! Холодное оружие какое! А это уже статья! Вынимая из рюкзака нож, обрадовался второй милиционер. Этой находке. Миша понял, что о его побеге были оповещена вся линейная милиция. Всех оповестили. Закрыв за Михаилом решетчатую дверь камеры предварительного заключения, один милиционер стал звонить по телефону. Алло, алло, взяли! По всему видно, что ваш клиент на платформу поезда сел. Да, задержали. Ждем! И картина проявилась окончательно. Продажные менты сидели за столом и о чем-то тихо разговаривали. Иногда поглядывали на Михаила. Мое-то его сокровищице, а? Надо бежать. Свидетели им не нужны. Отвезут подальше от станции и грохнут. Мафия серьезная. Они работают как спецслужбы. Видимо, у них тут все схвачено. Прям вообще все. Вот тебе и глухая тайга называется. Думал про себя Миша. Через пару часов в здание вошли вооруженные люди в штатском и, кинув взгляд на клетку, где сидел задержанный, стали о чем-то быстро разговаривать с милиционерами. Потом сунули в руки одному какой-то сверток, приготовились к выходу. Милиционер, который Вася, подошел к камере и открыл замок. Руки. И на запястьях Михаила защелкнулись наручники. Чик-чик. Двое гражданских вывели на улицу и грубо втолкнули парня, стоящие возле отделения Ниву. Водитель из-за руля не выходил. По всему было видно, что это служба безопасности с прииска. Угу. Один сел на переднее сиденье, а второй уселся рядом с Михаилом. «Куда его везем?» спросил водитель. «Куда-куда?» «К волкам!» ответил мужчина на переднем сиденье. «За что к волкам?» спросил Михаил. «За то, что самовольно покинул место работы!» ухмыльнулся рядом сидящий. И Нива тронулась, и снова замелькали стволы вечных деревьев за окном. В голове Михаила быстро крутились мысли. «Поскакали твои скакуны!» «Три здоровых мужика, видимо, неплохо подготовленных, судя по их внешнему атлетическому телосложению. И справиться с ними будет непросто», — думал про себя Михаил. «Да, прав был дед, когда говорил, что встреча в тайге со зверем диким — это привычное явление. Но вот встреча с человеком не всегда будет приятной». В тайгу всегда стремились люди, жаждущие наживы. Бежавшие из мест заключения пытались укрыться от правосудия под мохнатыми лапами леса здесь. Всех укроет. Многие просто бежали от зла, ища в тайге покой и гармонию с природой. Люди бежали от войн и голода сюда. А лес кормил и укрывал людей. Нашедших общий язык с ним. «Хоть на старости лет, хоть доживете. Спокойненько». Но многие гибли и пропадали бесследно. Нива, в которой везли Михаила, быстро мчалась по лесной извилистой дороге. Подпрыгнув на ухабах, она сбавила ход, и задремавший охранник, сидевший рядом с парнем, чуть не выронил свой автомат. Воспользовавшись моментом, Мишка резко ударил полусонного охранника в грудь локтем и выхватил из его рук автомат. Мужчина от резкой боли согнулся. А Михаил быстро передернул затвор оружия, дослав патрон в патронник и направил его на впереди сидящего охранника. Сразу же. А потом на водителя. А? Оружие не трогать. Машину не глушить. Поднять руки на затылок и медленно по одному выходим. Приказал Михаил, а потом открыл дверь и попытался вытолкнуть охранника. Но тот, очухавшись от удара в грудь, попытался все-таки оказать сопротивление. Но, получив еще удар затылком автомата в голову, о, аргумент, он сразу же вывалился из Нивы. А будешь дрыгаться тут мне? Иди дрыгайся. На выход. Выходь. И вывалился. Воспользовавшись моментом, водитель побежал по дороге. Иди, Керуй. Михаил дал очередь вверх тратата и снова приказал. Шутить я с вами не буду. Завалю так же, как вы меня хотели. Давай мордами вниз и не шевелиться. Не дрыгаться. А тебе все равно не уйти. Здесь все перекрыто. Буркнул, видимо, старший из группы, ложась лицом вниз мужчина. А это уже не ваша забота. И Мишка быстро сел за руль автомобиля, и Нива резко рванула с места. Штырь на четыре. На ходу он избавлялся от оружия, разбирая его по частям и выкидывая в окно. В ближайшие кусты все выкидывал. Потом в бардачке нашел карту района и определил по ней направление. Через пару десятков километров дорога стала накатаннее и ровнее. Миша посмотрел на карту и понял, что впереди большой поселок. Загнал Нива в кусты и забросал лапником. Не видно. Обходя поселок дальше, он пошел пешком. Как он говорит, на одиннадцатом. Выйдя на небольшую поляну, ему навстречу выбежал маленький медвежонок вдруг и пристально уставился на него. Другом будешь? И Мишка сделал крутой поворот от зверя в сторону и попытался скрыться от него, но тот вдруг пустился за ним. Друга? Как бы он преследовал добычу. Медвежонок. Ага. Подружимся? Михаил пробежал немного и остановился. Медвежонок тоже остановился и опять уставился на него. Блым-блым? Заблым-блымкал. Мишка крикнул даже на этого малыша. И тот, испугавшись неожиданного шума, он прекратил вдруг это сие преследование. Все. Не блым-блымкай. И вдруг вспомнилась аналогичная история из детства Михаила. Однажды в лесу также Миша с дедом повстречали троих медвежат. Трое клубочков. Двое вроде испугались неожиданной встречи с человеком. Зато вот третий, отчаянный медвежонок, подбежал к ним и стал кубарем кататься во длинок. Как ни в чем не бывало. Друзяки, что ли? Ха. Не пуганный? Миша, еще будучи подростком, он стал играть с ним. Но дед, дед строго приказал уходить отсюда. Не делай так. Миша, если водмежата держится кучкой, значит, рядом водмедится. И встреча с ней, она не сулит ничего хорошего. Понял? Не? Говорил он и, взяв внука за руку, начал отходить в сторону. Медвежонок было увлекся за ним, но громкий рык из кустов моментально остановил его. Мамаша. И заставил бежать обратно. Сюда. Медвежата они, да, они милые, забавные, да. Любят играться. У них почти нет врагов, когда мать рядом. Но мать представляет собой особую опасность, когда рядом ее дети. Ага. Она погибнет, но малышей своих она, она будет защищать. Михаил снова оказался один в дремучей тайге. М? Вспомнил. Один, без продуктов и оружия здесь. Даже ножа у него не было. Обойдя населенный пункт, он увидел на полянке небольшие стога свежескошенного сена и решил передохнуть в одном из них. Провалившись в эту мягкую траву, парень задремулся задрыхнул. Проснулся через несколько минут от фырканья, от фырканья лошади и скрипа колес телеги. Мужик на лошади, запряженной в телегу, приехал за сеном и даже и не заметил, что в стогу отдыхает там человек. Остановился и стал вилами себе складывать траву на телегу. Сейчас как проштрыкнул. Опасности нет, подумал Миша и вышел из-за стога и говорит. Ну, здорово, работяга. Один удар, четыре дырки, да? Здорово. Мужик испугался от неожиданности и выставил впереди себя эти вилы. Четыре дырки, а? Ты что, не видишь? Три. Ты кто, человек? Говорит ему. Не пугайся, мужик. Геолог я. Прилег вот в твоем сене отдохнуть. Можно? А где снаряжение твое? Почему налегке? Да вот неудачно через реку переправился и утопил рюкзак и всю провизию свою с ним, соврал Миша. Давай помогу, отец сеном. Давай. Мужик медленно, недоверчиво достал из телеги вторые вилы, заготовленные, и протянул их парню. Ну, давай, кидаем траву на телегу, а я буду укладывать. Голодный небось. Да ну, не очень-то что бы. Ну да, есть малость. Погрузив сено на телегу, мужик забрал у Михаила вилы и положил спереди ввоза и сам уселся рядом. Полезай, парень, тут у меня заимка недалеко стоит. Гостем будешь. Все еще недоверчиво сказал этот мужик. А зовут-то тебя как? Михаилом. А меня дедом Ерофеем величают. Ну, а ты познаемились. Много люду лихого бродит здесь по тайге. Ой, много. Пади узнай, кто есть тут то. Вот недавно на заимку набрали и побезобразничали малость. Хорошо, шо козу мою не тронули. А то как бы я без кормилицы своей остался тут. Да меня и дома-то не было. А то и пришибить так могут. И даже постучал по Макитре дед. Продолжал дед Ерофей. Он продолжал опасаться Михаила. Этот еще, еще той постучать вот так может. А, по Макитре. Нет, отец. Я вырос в тайге и все ее законы знаю. Да и воспитывал и учил меня мой дед. Точно такой же, как вы, таежник. А вы? Вы живете в лесу? Да, уже почти лет дванадцать. В деревню или райцентр иногда вон хожу. За солью, спичками и всякой прочей надобностью. Избу отновую в этом году начал строить. Да, видать, до зимы уже не успею. Все. Может, помощь какая нужна, дед? Вы скажите. Я помогу. А ты, Сатруев, прям хорошо воспитанный молодой человек. Ну да. Посмотрим. Мишка лежал на свежей, пахнущей разнотравьем траве. И смотрел в небо. И на душе у него было так спокойно, спокойно. И светло. Навстречу повозке выбежал красивый пес и приветливо залаял, увидев хозяина. Аф-аф. Дед Ерофей остановил лошадь и спрыгнул с воза. Собака подбежала к нему и завиляла хвостом. Ну что, мой друг, уже успел соскучиться, да? Сергей-то пришел? И он потрепал собаку за голову, спросил у пса дед Ерофей. Чего не отвечаешь? И тут же в дверь, дверь в доме она открылась, и на пороге появился мужчина лет тридцати пяти. Увидев Михаила, он спросил. А это кто с тобой, бать? И прошел навстречу и вгляделся в Михаила. Давненько у нас гостей не было. Да вот, все я не знайшов. Мишей зовут. Человек прохожий. Да. Калик перехожий. Говорит, заплутал малость в тайге. Помог он меня сено погрузить. Да. Хороший человек. Хороший. С улыбкой на лице ответил дед Ерофей. И Михаил протянул руку мужчине и представился. Михаил. А меня Сергеем зовут? Пожав руку Михаила, улыбнулся Сергей. Добро пожаловать в нашу скромную обитель. А я и ухи наварил жирный. Так что сейчас обедать будем. Дед Ерофей, он долго шарил в темном чуланчике там у себя. И вышел оттуда с большой бутылью настойки. О! Вот оно. Нашел таки малость. А? Запылилась. О! На брусничке настоял. Крепко-крепкая зараза. Для гостей припас. А? Потом понадвинул к себе кружки и стал разливать настойчик. Ну, повод хороший. Давайте. За знаемство. И мужчины подняли кружки и выпили ароматные настойки. Дед Ерофей крякнул от удовольствия. Кря-кря. И принялся хлебать уху. О! Закусывай. А ты, Миша, чем занимаешься? Что по тайге один ходишь без оружия, а? Спросил Сергей Михаил. Да геолог я. Лодку на пороге о камне разбила. А вот я и остался без ничего. Одна только карта при мне и осталась. Вот иду уже три дня так. И я не заблудился. Я просто выбился из сил и прилег в ваш сток сена отдохнуть. Ну, так и познакомились. Сергей ухмыльнулся и поднес кружку к губам. Выпил и пристально посмотрел прямо в глаза Михаилу. Видимо, он понял, что Миша чего-то недоговаривает. Ну, и откровенничать с малознакомым человеком тоже смысла не имеет. Победу в дед Ерофей пошел отдохнуть малость. Тоже надо. Передохнуть. А мужики вышли во двор перекурить. А ты как будто насторожился, Сергей, как меня увидел. Наверное, есть на то причины. Не опасайся. Я законы тайги и гостеприимства чту. И язык за зубами тоже держать умею. Если нужна моя помощь, то я готов. Я тоже вижу, что ты далеко не таежный человек. — Поможешь из Будо строить, а там видно будет, — закуривая, ответил Сергей. — Если жить негде или проблемы в жизни, то ты оставайся. Места всем хватит. Да и деду он тоже помогать надо. Стареет батя у меня. — А ты родственник ему, что ли? — спросил тот. — Да нет. Скорее всего, точно такой же бродяга, как и ты. Батя нашел меня в тайге, как и тебя. Вот точно. Исхудалого, истощенного всего. Еще бы денек-другой. Все. Пошел к волкам на корм бы. Тайгу не знал вовсе. Потому что городской я. Понятно. От судьбы решил в тайге отсидеться. Че тебе понятно? Ни хрена не от судьбы, а от людей жестоких и бездушных. Вот так. Скрыться здесь от всего этого. — Да не нервничай, Серег. Я же ведь сам такой. Я все понимаю. Как окажусь среди людей, так обязательно проблем себе наживу. Только в тайге и нахожу покой. Много рассказал про себя Миша Сергею. Он мне говорил только про последнее задание. — Ну, брат, оказывается, мы друзья по несчастью. Меня ведь тоже менты решили захомутать по полной. — А ты, значит, тайгойная ты? — А ты что, на феню перешел, а? Сидел, что ли? — Нет, с пацанами во дворе так разговаривали. Вот я иногда и пользуюсь. А я менты ошарахнул неудачно. К моей девушке приставал. А он оказался сыночком генеральским. Или депутатским. — Ага. Ну вот решили они меня упаковать по полной. Ну, а зона, она не для меня. Понимаешь? Я свободу люблю. Ну вот я и подался в тайгу, значит. Сперва на попутках, потом на поезде ехал. Неделю по тайге блуждал, и вот оказался у бати. Почти год уже у него живу. Шишку калачу, пушниной занимаюсь. Лес кормит и одевает. Грибов, ягод, вон, сколько насушил. И что? В город не тянет прям? Ну, иногда тянет. Да как подумаешь, что там тебя ждет. Сразу же все отпускает. И, потрепав пса за ушами, улыбнулся Сергей. Да, верный. Верный его зовут. Хороший пес. Охотник. И Михаил тоже погладил собаку. И верный завилял ему тоже хвостом. Целую неделю мужики стучали топорами, пилили, забивали гвозди и таскали бревна. Дом закончили действительно быстро. Дело оставалось за печью. Но за ней надо было ехать в город. Охотники ставили железные печи в избах. Именно так было экономнее и быстрее. Да и прогрев помещения происходил намного, гораздо быстрее. Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ООО. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага.